МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Оксана Фолина. В начале выпуска коротко о главных событиях. Космический подарок к юбилею области. Я вам скажу, что я буду стараться быть хорошим аэропортом. Я буду делать так, чтобы здесь не было тумана. Уникальная экспозиция «Человек и космос» открылась в международном аэропорту Кемерово. Еще под стол пешком ходит, но уже водит машину. Пяти лет начал на коленке, а потом я уже сам сел за руль. Шестилетний малыш из Прокопьевска научился управлять грузовиком. Проверка автокресел. За жизнь собственных детей многие кемеровские водители совсем не боятся. Шарль де Гольф в Париже. Джон Кеннаде в Нью-Йорке, Леонардо да Винчи в Риме, а теперь и Алексей Леонов в Кемерове. Сегодня в честь 70-летнего юбилея области в столице Кузбасса произошло историческое событие. Международный аэропорт Кемерово получил имя нашего легендарного земляка. В обновленном аэровокзале побывала Татьяна Савельева. Добро пожаловать ко мне. Такими словами встретил губернатора Амана Тулеева дважды герой Советского Союза. Летчик-космонавт Алексей Леонов. Теперь международный аэропорт Кемерово носит имя нашего прославленного земляка. Здесь все говорит о том самом дне, когда Алексей Архипович первым на планете вышел в открытый космос. Не так давно вернулся на Землю и этот спускаемый аппарат «Союз-22». Теперь капсула весом 2,5 тонны заняла место перед зданием аэропорта и превратилась в один из уникальных экспонатов. К ним же можно смело отнести скафандр. Именно в таких космонавты совершают свои полеты. Открыть для себя огромный, манящий и загадочный мир космоса теперь смогут гости и жители Кузбасса. Я считаю, что это для нас великая честь, что Алексей Архипович дал свое согласие с делом. А потом, вы видели, были будни напряженные. Это не просто. Это не просто вот это вот, чтобы привезти спускаемый аппарат, привезти самолет, сделать историю, музей. Но самое главное, как благодарно откликнулись люди. Стройка шла, а они шли уже. Они уже шли. И здесь же еще, по-моему, всего будет музей, где люди и наши дети, самое главное, будут учиться и видеть, каким образом становилась наша страна, как открывался космос и как он будет развиваться дальше. Поэтому я очень благодарен вам еще раз, Сергей Архипович, за то, что вы дали согласие и за то, что аэропорт, аэропорт Леонова сегодня открыт. После модернизации первый и второй этажи аэровокзала напоминают галерею. Репродукции картин легендарного летчика заняли места на стенах. Также в экспозиции с названием «Человек и космос» представлены вещи Алексея Леонова, фотографии из личного архива, значки марки. Дважды герой Советского Союза принимал активное участие в разработке идей и макетов. Сегодня Алексею Архиповичу присвоено почетное звание лауреат премии губернатора «Прорыв в будущее». А Монтулеев лично вручил космонавту эту высокую награду. Именем Леонова названы улицы в разных городах нашей страны, школы и даже кратер на обратной стороне Луны. Теперь имя дважды герой Советского Союза получила воздушная гавань Кемерово. Я вам скажу, что я буду стараться быть хорошим аэропортом. Делать так, чтобы здесь не было тумана, чтобы не было бокового ветра, а дальше договоримся со службой аэродрома, чтобы вовремя убирали снег. Сегодня Алексей Архипович пополнил уникальную выставку своей картиной «Охота с Юрием Гагариным». Также преподнес в подарок кисти, мольберты книги. Все это займет места в открывшейся сегодня уникальной экспозиции. Это живая история. Это настолько патриотично. Это настолько... Вот пришла женщина и говорит, я подарю коллекцию значков о космосе. Другой пришел и говорит, у меня есть коллекция марок о космосе. И это все будет стекаться. Это только начало. Я думаю, что здесь будет великолепнейший музей космоса всего космического развития. Не только России, но и СССР. К слову сказать, космический мир можно будет не только увидеть своими глазами, но и прикоснуться к нему. Настоящую космическую еду можно увидеть не только на витрине экспозиции. Ее можно приобрести и в кафе. Каждый желающий может отведать, ну, например, космического печенья. Вкусно. Теперь это не просто аэровокзал. Благодаря произошедшим изменениям каждый житель Кузбасса сможет прикоснуться к космической истории. Первый и единственный в стране таким стал обновленный аэропорт, носящий имя Алексей Леонов. А по-другому быть и не могло. Ведь этот великий человек почти полвека назад первым из землян вышел в открытый космос. Татьяна Савельева, Константин Червяков. Новости моего города. Медицина Кузбасса не стоит на месте сегодня. В Кемерви в Ленинском районе открылся консультативно-диагностический центр. Это первая в области цифровая поликлиника, в ней использованы новейшие медицинские технологии. У пациентов появилась возможность регистрироваться на прием через интернет, что значительно экономит время. Все это стало возможным благодаря программе «Модернизация здравоохранения». Сейчас мы подводим итоги. То есть выполнение почти 12 миллиардов рублей на три основных направления. Это укрепление материально-технической базы, это внедрение федеральных стандартов и информатизация. То есть на эти цели потрачено почти 12 миллиардов рублей. Сумма колоссальная. Таких средств в здравоохранение Кузбасса никогда не вкладывалось. Строго по паспорту алкоголь может стать доступным для покупателей только по достижению 21 года. Такую идею озвучили в Минздраве. Тема вызвала много спортов. Эксперты сомневаются в целесообразности ведения именно такого возрастного порога. А вот главный нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн, напротив, поддерживает инициативу. Цитирую. Во многих странах это есть. В Египте, например, с 18 лет покупать и распивать можно только пиво, а более крепкие напитки с 21 года. Такое же деление существует в Норвегии, но крепкие напитки в этой стране разрешены к употреблению с 20 лет. Такой же рубеж установлен для молодых людей Исландии, Парагвая и Японии. В Индии разрешенный возраст зависит от штата и колеблется от 18 до 25 лет. И, наконец, с 21 года можно покупать или распивать алкогольные напитки в барах США, Индонезии, Микронезии, Пакистане на архипелаге Фиджи. Из-за 200 рублей долга жительница Анжеры Суджинска чуть не лишилась мобильника, сообщает сегодня сайт СИБДПО. Дама переходила дорогу в неположенном месте, за что сотрудники ГИБДД выписали ей штраф. Однако деньги отдавать гражданка не спешила. Судебные приставы арестовали ее дорогостоящей сотовой, а так как она пользовалась этим телефоном, то его оценили всего в 200 рублей. Когда женщина узнала, что скоро лишится мобильника, сразу же оплатила долг. Полицейские предупреждают, не игнорируйте закон, расплата все равно наступит. Хотите, чтобы о вашей проблеме рассказали в прямом эфире? Или, быть может, вы стали свидетелем страшного преступления или чрезвычайного происшествия? Звоните нам на телефон горячей линии 8 933 300 0300. Разбираться будем вместе. Сегодня Валерий Ермаков встретился с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом. Они обсудили вопросы влияния православия на современных кузбассовцев. Пришли к выводу, сейчас растет количество верующих и выцерковленных, что положительно сказывается на духовной жизни людей. В конце встречи владыка Аристарх вручил Валерию Ермакову икону покров над землей Кузнецкой. У меня достаточно много подарков от нашей Русской Православной Церкви и я не всем нахожу место. Это разные иконы, подаренные разными, так сказать, священнослужителями. Поэтому для этой, это тоже, найду эту икону, которая берегает наш кузбасс, значит, тоже найдется место. Работы по подготовке к выборам продолжаются. 27 января сотрудники полиции гарантируют обеспечить безопасность голосующим кемеровчанам. А их насчитывается примерно 495 тысяч. Именно такое количество человек поставят заветные галочки в избирательные бюллетени. Несмотря на то, что видеокамер на этот раз не предусмотрено, следить за порядком на каждом участке будут как минимум по три сотрудника. Учитывая тот факт, что на последних выборах никаких происшествий не замечено, можно с уверенностью рассчитывать на безопасность грядущего дня голосования. Личный состав кемеровского гарнизона будет работать в усиленном варианте. Мы готовим дополнительные мероприятия, которые связаны с обеспечением охраны общественного порядка, с оперативностью реагирования на все поступающие заявления от граждан. Маленькие мальчики, как правило, всегда питают слабость к машинкам. Шестилетний Егор из Прокопьевска не исключение. Правда, игрушки у него помасштабней. Малыш водит настоящий грузовик. Видео на Ютубе, где ребенок управляет автомобилем, уже набрало несколько тысяч просмотров. Уроки первоклассного вождения от шестилетнего мальчика получила Наталья Токмагашева. Лихие повороты, уверенные движения. Водителя из-за руля и не видно. И только когда грузовик приближается, становится немного не по себе. Автомобилем управляет ребенок. Впрочем, в Прокопьевске к шестилетнему Егору привыкли. Он местная знаменитость. Совсем еще малыш, но рассуждает, как взрослый. Вспоминает, как ездил раньше, анализирует. С пяти лет начал на коленке, а потом я уже сам сел за руль. Отец и автоинструктор Егора на пассажирском сидении. Анатолий рассказывает, любимой игрушкой сына всегда был старый руль, который до сих пор лежит дома. Анатолий воспитывает малыша и его старшую сестру один. Жена умерла, когда Егорки и года не было. Поэтому мальчика часто приходилось брать с собой на работу на автодром. Говорит, научил бы ездить его еще раньше, если бы до педалей доставал. Начинали, я говорю, с семерки на коленочках, а потом уже это, ну и здесь тоже на коленках сначала. Вот в прошлый год мы с ним катались, а вот уже сейчас взял, посадил, с одной стороны как вошел страх и риск попробовать. Ну и потихонечку все пошло. Ну вроде, как-то я горд за это, что он может. Морозное утро, а вообще-то Егорке нужно идти в садик, но папа поддался уговорам любимого сына. И вместе они отправляются на автодром. Здесь мальцу кто-то из местных предлагает пересесть в легковушку. Как заправский водитель Егор сразу видит, чем эта машина отличается от родного грузовика марки «Фотон». На редкость самостоятельный малыш старается вникнуть во все хитрости отцовского ремесла. Вот проверил колеса, одобрил, значит можно ехать. Кстати, Анатолий тоже сел за руль в достаточно юном возрасте, в 16 лет, но сын опередил его на целых 10. Кроме того, мальчик является, пожалуй, одним из самых маленьких водителей на планете. Известен только один подобный случай. Американец Кейт Олсен Вистен управляет грузовиком в 7 лет. Так что наш земляк может оказаться в книге рекордов Гиннеса. Наталья Токмагашева, новости моего города.